Меня зовут Деева Ксения, я руководитель Центра компетенции по развитию городской среды Курской области. Но в первую очередь я архитектор, практикующий архитектор. Это и моя профессия, и мое хобби, и большая любовь. Но самая большая моя любовь — это родной город Курск, собственно, ради которого, получив предложение вернуться в Курск на эту должность, я вернулась и ни разу не пожалела. Наша деятельность в Центре компетенции направлена в первую очередь на улучшение качества городской среды в городе Курске и в Курской области. Под это понятие улучшения качества входит очень большое количество разных показателей и явлений. На самом деле мы меняем систему, подход к организации общественных пространств не только в Курске, но и во всем регионе. Это очень долгий и сложный процесс. Мы делаем первые шаги, наша структура существует всего лишь год, но я считаю, что уже за этот год сделано очень много. И надеемся, что следующий год принесет нам большое количество уже очевидных реализаций и улучшений. Мы так для себя сформулировали, с понятным сравнением, назвали это «правила этикета в городской среде». Или еще одно у нас довольно-таки звучное сравнение – это прописи, когда есть рамки, внутри которых каждый предприниматель может проявлять свой почерк. То есть мы задаем определенные правила, внутри которых мы не запрещаем предпринимателям самовыражаться, но при этом сохраняем единые такие строгие критерии, какой-то такой дресс-код, правила поведения, которым все должны следовать и уважать друг друга в городской среде. Да, но когда в любой сфере нашей жизни не хватает правил, тогда случаются крайности. Слишком строгие правила – да, это плохо, но и когда нет правил, мы тоже получаем анархию. Собственно, то, к чему Курск пришел за несколько десятилетий, и тот образ города, который складывается в настоящий момент – это кричащие вывески, куры, скидки, ткани. Мы в определенный момент поняли, что мы хотим, чтобы Курск доносил до людей и до туристов другую информацию о том, какой он уникальный, показывал свою идентичность, свою уникальную архитектуру, свой облик, и, сдерживая вот этот натиск рекламной информации, рекламных вывесок, но дизайн-код касается не только их, но и других аспектов городской среды, мы надеемся к тому, что Курск станет другим, он покажет свою уникальность. Ну, вообще, история возникновения дизайн-кода именно конкретно в городе Курске очень интересная. Многие города уже встают на этот путь или задумываются об этом. Порядка 11 городов в настоящий момент имеют регламент дизайн-кода. Но в Курске это была уникальная история, когда появился общественный запрос снизу на мастерских проектах, появились общественники, которые захотели этот проект реализовать в Курске. Но ничего бы не пошло дальше, если бы не появилась поддержка сверху, со стороны власти. Этот проект активно курировался губернатором Романом Владимировичем Старовой, получил поддержку от мэра города Виктора Николаевича Карамышева. И отдельно куратором этого проекта от ИДО выступала Коновалова Анна Сергеевна, советник губернатора. И все сложилось в единый такой пазл, благодаря которому, в принципе, запустился механизм по разработке этого проекта, о дальнейшем и внедрении. Да, это очень интересный вопрос, который мы получаем сейчас от многих наших коллег из других городов и регионов. И, собственно, поэтому у нас возникла мысль создать методические рекомендации, в которых бы мы могли описать первые шаги и последние для тех, кто хочет создать регламент дизайн-кода. И эта наша инициатива получила отклик от Минстроя, и на уровне наших коллег из Минстроя мы объединили наши усилия и разработали методические рекомендации, которые были презентованы не так давно в режиме видеоконференц-связи для губернатора, для администрации города и области, и включали как раз-таки коллег от Минстроя. Наши архитекторы, специалисты, которые участвовали на всех этапах от вовлечения общественности до непосредственного внедрения на пилотном участке, описали все эти шаги. Я думаю, что это пособие будет ценной настольной книгой для многих регионов. Уже, в принципе, эти методические рекомендации были высоко оценены на уровне Минстроя. Да, вот в дизайн-коде города Курска мы пытались сделать акцент на идентичности именно нашего города. То есть, в принципе, эти регламенты существуют у многих других городов. Мы попытались разработать уникальный регламент, который бы работал именно в городе. И, собственно, то, что отмечали наши коллеги из Минстроя, что, может быть, не так важно получить эту просто книгу, регламент на арке, сколько разработать ее силами местных специалистов, которые будут дальше курировать и внедрение. В настоящий момент готовы первые две книги, касающиеся рекламных конструкций, вывесок и оформления фасадов. Готовятся к выпуску вот уже в январе третья и четвертая книги, которые касаются отдельно стоящих рекламных конструкций и элементов городской среды. И отдельная книга-приложение будет называться «Воявление идентичности города», где мы на тех примерах уникальных вывесок исторического характера дореволюционного периода советского времени будем говорить о том, как показать уникальность нашего города, может быть, даже с использованием определенных исторических орнаментов и паттернов. То есть будем складывать такой уникальный образ нашего города. Да, изначально на первых страницах дизайн-кода мы видим деление города на несколько зон. В принципе, в дизайн-кодах других городов тоже есть такое деление на территориальные зоны, но мы решили делить город на разные типы улиц. У нас есть улицы в центральной части, улицы с особым культурно-историческим значением. Это зоны 1 и 1.1, зона видовая, видовые улицы, зона 2. И третья – это периферийные улицы. И в зависимости от этого деления регулируется строгость нашего регламента, то есть высота вывески, наличие необходимости подложки. То же самое касается отдельно кондиционеров. И кроме такого деления по улицам, мы внедряем деление по типам зданий. То есть в зависимости от того, торгово-офисное у нас здание, объект культурного наследия или просто рядовое здание, тоже накладываются определенные требования по степени строгости. Ну, знания – это нужна сильная команда специалистов. И, собственно, нам в одном плане очень повезло. У нас собралась молодая команда очень талантливых архитекторов. Многие из них приехали к нам из Москвы. Вот, собственно, я и моя коллега, мы работали вместе в студии Артемия Лебедева, где имели опыт разработки регламентов дизайн-кода для других городов нашей страны. Но мне кажется, что очень важно в подходе именно нашего центра компетенции к разработке регламента то, что все специалисты, они имеют непосредственное отношение к родному городу. То есть мы здесь все родились, и мы знаем специфику города, знаем те болевые точки, знаем слабости и понимаем сильные стороны, к которым мы стремимся. Поэтому это получился очень такой родной документ, который направлен на улучшение внешнего облика нашего города. Да, вдохновлял нас, наверное, главный вдохновитель – это наш город, его уникальная архитектура. И когда мы работали на первых этапах над регламентом, мы ходили с экскурсией всем нашим коллективом в Украинский музей и наткнулись на очень интересную книгу, касающуюся вывесок исторических нашего города. И сама история города – это такой купеческо-мещанский город. Изначально он всегда имел отношение непосредственно к торговле, а, соответственно, и к вывескам. И вот этот уникальный дух вывесок, архитектуры мы пытались вывести на первый план и сделать так, чтобы вот эта специфика, которая сейчас воспринимается немного в негативном ключе от того, что Курск – это город торговых центров, чтобы все равно это стало сильной нашей стороной, не слабой, а сильной. Поэтому у нас отдельный раздел касается оформления вывесок на торгово-офисных центрах. То есть мы начинаем строгую регламентацию, уже многие торговые центры обращались в центр компетенции, и мы разрабатывали совместно с коллегами возможные варианты размещения вывесок. То есть теперь мы избавляемся от этих кричащих огроменных вывесок и баннеров на торговых центрах. То же самое касается улиц торговых с большой проходимостью пешеходной, это улицы с ритейлом, мы стремимся к тому, чтобы улица Ленина, не только улица Ленина, допустим, улица Радищева, первые этажи, привлекали людей своими вывесками и завлекали их для того, чтобы зайти и провести время в какой-нибудь кофейне или в каком-нибудь небольшом магазине или лавке. То есть, в принципе, если мы анализируем то, что произошло с Москвой, после внедрения программы «Моя улица», которая в том числе включала внедрение дизайн-кода, то мы получим очень важный эффект для развития бизнеса. Люди начинают ходить по этим улицам, люди начинают гулять, наслаждаться и, соответственно, совершать спонтанные покупки. Очень надеемся, что в скором времени, после того, как будет внедрен дизайн-код по части вывесок, а в дальнейшем, и по части благоустройства самих улиц, люди захотят гулять и потянутся на улицы города. Да, дизайн-код — это один из наших проектов, то есть в нашем арсенале большое количество разработанных проектов. Так как мы касаемся стройки и благоустройства, то всегда это очень долгий процесс, то есть недостаточно разработать только проект, он должен потом пройти стадию рабочей документации, получить согласование, выйти на стройку, быть реализованным подрядчиком. Поэтому в настоящий момент из реализованных проектов уже пилотный участок улицы Ленина. Кроме того, есть небольшие проекты общественных пространств по муниципальным образованиям в Курской области. Уже в феврале, в марте начнется реализация крупного проекта благоустройства в городе Железногорске, это сквер воинской славы. И в том числе в этот же период времени будут реализовываться города-победители Всероссийского конкурса «Малые города. Исторические поселения. Тальков и Щегры». А также еще два разработанных именно нами проекта, ну и еще Курчатов и Железногорск. Это два проекта, которым мы помогали разрабатывать заявки. То есть довольно-таки большое количество реализаций ждет нас в следующем году, и мы надеемся, что реальный эффект в течение следующего и последующих годов уже будет ощутим жительный Курск. Немножко хочется рассказать про сам проект «Легенды дворов» для города Льгова. Побывав в Льгове, впервые с нашей командой архитекторов мы влюбились в него, и нас удивила улица уникальная, которая некогда была пешеходной, но в настоящий момент она используется активно транспортом. И люди жаловались о том, что было очень здорово, когда она была пешеходной, и на этой же улице расположено большое количество интересной архитектуры, зданий, приятную очень архитектуру, некоторые из них объекты культурного наследия. И в своем проекте мы попытались вернуть вот такой статус улицы пешеходной, благоустроить ее, и по сути сделали такую ассоциацию с рушником, проставками в котором орнаментами являются микроплощади, микропространство. У каждой площади есть свое название, есть свой уникальный арт-объект, своя история. И кроме того, что у нас есть сама эта улица как полотно, у нас на протяжении, с определенной периодичностью появляются небольшие дворы. Дворы в настоящий момент, какие-то из них жилые, какие-то общественные. Мы тоже узнавали у каждого двора, у его жителей, какие-то уникальные истории. Так родилась вот эта история легенды дворов. Есть у нас дворянский дворик, который связан с легендами князей Борятинских. Есть дворик «Связь поколений». Здесь живут в одном доме большое количество пенсионеров, в другом домике большое количество молодежи. И вот малыми формами, какими-то историями, легендами мы организуем эти пространства. Вот здесь представлен генеральный план этого участка. То есть довольно-таки большой протяженность участка будет реализован. Здесь вот есть визуализация. Как раз-таки это дворик «Связь поколений». И, в принципе, вот оказавшись в одном из дворов, мы увидели такой интересный ракурс, который нам сразу же напомнил картину Поленова «Московский дворик». И вот от этой ассоциации пошла дальше история легенды дворов. Есть еще уникальный двор библиотеки, который мы тоже предлагаем благоустроить с летней уличной библиотекой. Кроме того, известнейший писатель Аркадий Гайдар, он тоже был уроженцем Львова. Также еще поэт Асеев, например. И все это мы пытаемся выявить на первый план. И хотим, чтобы Львов рассказывал эту историю не только в рамках Курской области, но и на всю страну, и, возможно, на весь мир. Потому что ему действительно есть чем похвастаться. Еще одно интересное микропространство – это базарная площадь, потому что улица действительно исторически была торговая. Она называлась Курский тракт. Эта улица, она непосредственно связывает, выходит на трассу, ведущую городу Курску. И большой популярностью когда-то пользовались львовские ярмарки. И вот эту историю мы снова пытаемся выявить на первый план. В Мощении, например, мы тоже используем орнаменты традиционные львовские. В принципе, это было отмечено жюри. Такой подход нестандартный с выявлением аутентичности. Видимо, может быть, поэтому проект стал победителем и занял четвертое место в общем рейтинге. Да, у нас есть сообщество групп ВКонтакте, Центр компетенции, точно такая же группа в Инстаграме. И у нас есть отдельный СММ-менеджер, который активно ведет наши соцсети, отвечает на запросы жителей. У нас там активные дискуссии ведутся, очень много критики и каких-то даже положительных отзывов. То есть мы пытаемся делать эту страничку довольно-таки живой, чтобы люди чувствовали обратную связь от нас. Поэтому, собственно, и сам документ дизайн-кода можно найти там же. Но также он есть на сайте администрации Курской области. Вместе с правилами благоустройства можно скачать этот регламент. Да, вот по части дизайн-кода мы, получается, не согласовательный орган, мы разработчики, которые участвуют еще, курируют процесс внедрения на пилотном участке. В дальнейшем и сейчас этим процессом также нам помогают заниматься коллеги из Комитета архитектуры города Курска. И, собственно, все те штрафные санкции, которые последуют, они будут исходить от этого комитета, который обладает определенной юридической силой. Да, штрафные санкции будут. И для пилотного участка уже с 16 ноября. Они начинаются с 18 февраля для остальной части города Курска. Возможно, будут какие-то послабления по срокам в связи с нестабильной ситуацией по коронавирусу, но, в общем и целом, все предприниматели уже в курсе, осведомлены, что им приходится в эти сжатые сроки приводить свои вывески в порядок в соответствии с новыми требованиями регламента. Такой философский вопрос. Мне кажется, что культурный человек — это тот человек, который не стесняется себя, своих корней, своего окружения, своей идентичности какой-то, уникальности, который умеет быть дипломатичным и в таком же дипломатичном формате доносить все свои мысли и идеи. И культурный человек — это тот человек, который заинтересован во всем том, что его окружает, который неравнодушен, наверное, к своему городу, к искусству, к людям вокруг него. Ну, наверное, это очень большое количество составляющих, которые формируют цельного, зрелого человека, которого можно назвать, наверное, по всем этим критериям культурным. Я пожелаю, наверное, быть небезразличным к тому месту, в котором ты родился, в котором ты живешь. Мне кажется, это очень важный показатель того, как человек относится к родному городу. Не обязательно он должен всю жизнь провести в одном и том же городе, но умение гордиться, не смеяться, не издеваться, а как-то очень трепетно относиться к своей малой родине. Наверное, это показатель культурного и зрелого человека. Поэтому я всем нам желаю, чтобы наш Курск силами не только нашей команды, а силами всех наших жителей становился лучше, чтобы мы были добрее друг к другу и общими силами улучшали город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова